Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Как-то быстро пробежало незаметно время и наступил май. Сейчас я хочу напомнить тем, кто соблюдает лунный календарь и хочет свои посадки все-таки делать в соответствии с лунным календарем, напомнить хочу, какие запрещенные дни у нас в мае. Я вот сейчас открыла лунный календарь. Если остальные все, как рекомендации, я всегда говорила, что нужно делать в соответствии со своим региональным календарем, то запрещенные дни у нас у всех одинаковые. Это для всех регионов. Если он полнолуние, то это у всех полнолуние. Вот смотрим, первая половина мая, так, 7, 8, 10, 12, ничего у нас нет. У нас новолуние будет только 15 мая. И вот здесь написано, в день новолуния постарайтесь не беспокоить растения. Это относится к 14 и 15. Дальше вторая половина мая вся у нас разрешенная к посадкам. И только 29 мая снова написано полнолуние. Не тревожьте растения в день полнолуния. Хотя сейчас у нас лунный календарь соблюдают не все. Я тоже отношусь к этим людям, к тем, которые не соблюдают рекомендации лунного календаря. Но в запрещенные дни, вот в полнолуние, в новолуние, я еще раз повторю, я все-таки ничего не делаю, не сею, не выращиваю, не пересаживаю. Но в эти дни можно убираться. У нас работы много. Уборка участка, все это подготовка. Я готовлю для следующих посадок что-то там. Вот это краткий вот такой обзор. Я рассказала именно только про запрещенные дни. А что посеять в мае, это очень-очень большой перечень и список. Я расскажу в следующем видеоролике, потому что кого-то не интересует посевы, кто-то просто хочет узнать, какие запрещенные дни. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Обзор запрещенных дней мая.